Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Ситуация, которую вы описываетесь, выглядит так, что вы начали отношения с девочкой, у которой есть ребенок. То есть, ее отношения до вас были не совсем удачные, судя по всему. Мы начали отношения с этой девочкой, у вас все было хорошо, в том числе, ее ребенок называла папой. До тех пор, пока у вас не начались проблемы в бизнесе и вы перестали иметь возможность делать дорогие подарки и ездить на отдых на море. За этот раз в год. После этого девушка стала говорить вам, что вы не мужчина, а мальчик, что вы не можете обеспечить ее и ее ребенка. И стала предлагать вам расставить все точки. Я думаю, что одним из важных вопросов, которые вам необходимо себе задать. в аббат является следующее. Должен ли я обеспечивать ее и ее ребенку? Нет, безусловно, будучи ее мужчиной, вы, конечно, обязаны что-то вкладывать в обеспечение ее и ее ребенка. Это правда, но тут момент еще и в том, что девочка какое-то время жила до вас с ребенком. И она его, вероятнее всего, воспитывала сама. И обеспечивала его и себя сама. Вот почему-то, когда вы появились, она считает теперь, что вы должны, значит, ну, вы должны обеспечивать ее и ее ребенку. И, соответственно, вам нужно ответить себе на вопрос. А почему вы должны это делать? Должны ли вы это делать? Да? Это первое. Так это звучит уже, как требование. Вот. К вам. Второе. Второй важный момент. Вы должны выключаться оптом, что вы как-то игнорируете тот факт, что девушка стала к вам хуже относиться, что, значит, тогда, когда у вас начались проблемы с бизнесом. И вопрос заключается в том, как вы к этому относитесь к тому, что она стала относиться к вам хуже в прямой зависимости от вашего дохода. Хотите ли вы отношения на материальной основе или нет? Это ладно. Очень ладно. Следующее. Вы говорите, что вы хотите хранить отношения к тому, что вы хотите хранить отношения к тому, что в том контексте, который вы видите, используется, можно сделать такой вывод, что для налаживания отношений вам необходимо просто начать снова зарабатывать столько, сколько вы зарабатываете. И, собственно говоря, все на этом. То есть это точно вам нужно сделать. Но вы, если предположить, что следуете, вот, всем, ну, всем идет это требование, да? Вот, то вы не хотите, вы не знаете, как или вы не направлены на то, чтобы наладить введение бизнеса. Вы хотите хранить отношения, не налаживая бизнес. Вот, как я понял. Вот. И это очень важно. И это очень важно. То есть, вот, как вы хотите наладить отношения с своей девушкой, если она высказывает вам, в общем-то, вполне, ну, конкретные требования. Вот. Это важно. Дальше. Вы говорите. Значит, она мне нужна, как девушка, я ее очень боюсь потерять. Как-нибудь, что мне делать, чтобы она не ушла и изменить наши отношения. Ваше отношение можно изменить тогда или только тогда, когда оба человека будут хотеть этого плата, то есть, а, когда именно оба человека будут хотеть их то есть, отношения наладить. То есть, отношения наладят. До тех пор, пока хочет наладить отношения только один, человек. Что-то потому, что, вот, я пизжу. Ну, я думаю, что, вариантов особо у вас здесь нет. То есть, девушка, она рассказывает, а, вполне, что приятный человек. А, претензии по отношению к вам. Я не могу сказать, что ее претензии не обоснованы, потому что, ну, потому что вы, вот, как раз, такие, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот. То есть тут особо я ничего не скажу. Понимаете? Так? О чем идет речь? Поэтому вот как раз идея в том, чтобы вы решили для себя, можете ли вы, хотите ли вы отношения сохранять? Так, именно так, как нужны ваши дела. Потому что если вы, ну, не сможете дать ей вот то, что необходимо для нее, то, что нужно верить, то ничего не получится. То есть это вот вам, исключительно вам решать. Как, ну, как быть дальше? Вот. Понятно, что я имею ввиду. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Подумайте, почему у вас, например, пошел плохо бинет. И подумайте, какие отношения вы выстраиваете. Значит, что девушка не принимает вас без, ну, без денежных средств. Вот. То есть вы нужны к ней, получается, сколько пока у вас есть деньги. Вот. Может быть, может быть, может быть, у вас слишком мало общего. Может быть, имеется в виду попробовать сделать так, чтобы у вас было больше общего. Вот. Вот. И тогда ей, значит, не будет хотеться, условно говоря, Атласер Барс. Вот. То есть, что сейчас она предъявляет к вам претензии по поводу денег. Именно по той причине, что не воспринимает, вероятно, вас больше никак. Вот. Ну, вы можете изменить, в принципе, эту ситуацию. Вот. Вопрос в том, хотите ли вы это сделаете. Вот. Примерно так, я думаю, можно вам ответить. На этом все. Удачи вам. Всего доброго.